Вы знаете, где мы с вами? Мы в Вечене. И смотрите, какие здесь красивые на витрине украшения. Я сейчас зайду, попробую их снять изнутри и вообще посмотрим, что есть нового. Мне кажется, что наконец-то пришла осень. У нас есть вот такой вот кожаный костюм, куртка и юбка. У меня такая вот рубаха кожаная под кожзам за 60 долларов. Есть вот такая вот красивая блузочка за всего лишь 30 канадских. Вся расшитая, вся такая в пайетках. Очень симпатичная. Это уже какая-то история на Крисмос, что ли, да? На праздники. Так, смотрите, из кожзама классная за 60 долларов из кожзама юбка. И вы знаете, очень неплохого качества на вид. Посмотрите, какая приятная сумка. Первый раз вижу такую сумку в H&M. Стоит она 50 долларов. Посмотрите, как она хорошо выглядит. Вот внизу такая на веревочке тоже. Не на веревочке, а на цепочке. То есть неплохая. А вот она висит на маникене. Смотрите, как она неплохо выглядит. Вполне очень даже хорошо сделана. Ага, вот здесь есть вот эта юбка кожаная, только черная с кожаным топом. Очень интересная вещь. Смотрите, какая мягкая шестяная джемпер. И коротенькая совсем такая юбочка. Но я ее примерять не буду. О, видите, уже пошла. Вот эти вот черные кожаные юбки и топы. Классно-классно выглядящие. Вот, смотрите, какой махеровый свитер за 60 долларов. Такой, вернее, безрукавка с очень красивой отделкой. Давайте я вам покажу. Вот он вот такой вот. И тут же рядом есть платье за 109. Но это уже прямо-прямо на праздники. Мы уже движемся, наверное, к выходным, к праздничной моде. А, вот юбка, кстати, под этот топ за 60 долларов. Вот тоже вот с такой вот немножко прозрачной. Очень красивая. И вот здесь вот висят вот эти вот коротенькие юбочки махеровые. И свитера вот эти с коротким рукавом, как на манекене. Очень красиво. Так, я обещала вам снять эти украшения. Вот оно как выглядит. Меня просто преследуют кричащие дети. Я надеюсь, что они не очень сильно кричат. Сколько же это стоит? Я не пойму. Посмотрите, какое красивое. Прямо красивое украшение. А что я мучаюсь? Вот оно здесь висит. Вот оно висит. Смотрите, какое красивое. Мне нравится. И вот такого типа серьги. Слушайте, я не вижу цену. 29. Видите, было. Смотрите, какие красивые, да? Правда, красивые. И вот здесь же перчатки. Длинные кожаные перчатки. Высокие такие, видите? За 99. Я думаю, что они из натуральной кожи. Потому что за такие деньги в H&M. Я не думаю, что это кожа. Давайте почитаем. Да, написано, что это натуральная кожа. Длинные перчатки до локтя. Знаете, они не до локтя. Они до плеча мне. Вот я их померила. Я не знаю, как мне вам показать. Вот смотрите. Вот моя рука. Вот они до самого плеча у меня тянутся. В общем, вы поняли, да? Это не до локтя. Это прям до самого плеча, да? Куда в таких? Я не знаю. Но, наверное, модные девушки придумают. Так, свитера. Полоски, полоски. Везде полоски. Это кардиган. Полосатый. Симпатичный очень. Смотрите, какой симпатичный. С золотыми пуговичками. Вполне. И здесь на манжете золотые пуговицы. И стоит он 75 долларов. Дорогой. Я посмотрю сейчас состав. Так, состав полиэстер с вискозой. Но стоит немало. Странно, да? Видимо, это какая-то их такая коллекция, линейка. Вот синий кардиган за 50 долларов. Вязанный такой резинкой на пуговицах с карманами. Карманы фейковые. Полосатый полотоп с широкими полосками. Вот еще полосатый свитер. Бесконечные полосатые свитера. Никак не кончается на них мода. Если честно, они уже здорово надоели. И вот хлопковое поло. Тоже полосатое. За 30 долларов. Воротничок. Так. Вот еще. Прямо их много. Смотрите. Это такой симпатичный за 60 долларов полосатый под шанель. Кардиган с золотыми пуговицами. И вот такой полосатый синий с белым свитером за 60 долларов. Так. Еще полосатый кардиган за 18 долларов. Совсем дешевый. И вот такая вот сумочка. Смотрите, какая хорошенькая. Прямо под 20-30 долларов. Она стоит прям под эту самую. Не то Гуччи, не то что-то еще такого типа. Но с таким налетом на оригинальность. И вот такая же тоже похожая. Черная такого же типа. Такой же формы. И вот такие украшения. Вот эти есть. В серебряном тоне тоже. Очень красивая цепь. И вот такие вот сережки. Внизу тоже довольно симпатичная сумка. Большая. Такая с золотой пряжкой. Неплохая. Смотрите. Работу хотите ли куда? Отлично. Так. Еще немножко вам сумочек за 45 долларов. Вот такая. Сапоги казаки. И вот такая вот хорошенькая за 35 долларов. Из ткани. Но ручки под кожу. Симпатичная сумка. Здесь много тоже больших сумок. Вот такая вот коричневая классическая сумка. И вот это мы уже с вами видели. По-моему, такая же. Только мне кажется, что даже больше, чем та, что там лежит. Ну, в общем, сумок, ну, в примерочной. Значит, у нас сегодня прям такие осенние тона. И все такое черно-серо-бордово-коричневое. Прямо тренды сезона. Кожа. Кожа зандерния. Потом черная юбка бельевого стиля. Я хотела взять другого цвета, но не было. У меня просто такой интересный здесь есть свитер. Я хотела помериться с такой юбкой. Это, в принципе, платье. Вот посмотрите. Такого же зауженного силуэта, как было вот в Заре. Помните, я примеряла? Я надеюсь, что я в него влезу. Видите, вот какие сейчас силуэты делают? Но оно короткое, поэтому я взяла вот эту юбку, чтобы примерить. Ну, в общем, короче, посмотрим. Не хотелось с кожей, а хотелось с шелками как бы. Все, давайте примерки. Костюм из кожзама. Я взяла черную юбку и хотела взять черный топ. Но не было моего размера. Реально был топом экстра смол. Потому что это я взяла смол, и то я боялась. Но, видите, он не маленький. Значит, это такой темно-бордовый, вишневый цвет. Который сейчас прямо в виск сезона. Сейчас я его попробую заправить. Карманов нету в юбке. Очень жалко. Здесь так темно. Господи, боже мой. Ну, вот смотрите, какой хороший такой мягкий, приятный кожзам. И топ тоже. Сейчас я попробую заправить его, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Но вот так вот вместе. Если бы еще они свет меня включили. Прямо столько света, а такая семень. Семень, ничего не видно. Я не знаю, хоть ты включи вспышку. Но у меня включена, в принципе. Но она не включается. Короче, смотрите на мне. А потом я покажу вам вблизи. Вот здесь вот на вешалке. Тогда будет больше понятно, что это. Смотрите, я заправила этот топ. Здесь это сенсор от топа. Поэтому так торчит. А вообще юбка очень хорошая. Чем она мне нравится? Она вот здесь вот не облегает по животу. Она, видите, вроде бы такая не с оборками расклешенная. Но вот она сразу вот идет вот такими вот клиньями. Господи. Расклешенными. Не знаю, как забыла слово. Все слова забыли. И поэтому она вот здесь вот в животе не обтягивает. Потому что кожа, если обтягивает в животе, это прямо очень видно. Очень. А вот здесь вот она очень хорошо скроет. Вот эта штука мне мешает. Ну, в общем, смотрите. Я еще пока юбку оставлю. Я потом с ней попримеряю еще. Вот у меня есть некоторые вещи. А топ сейчас сниму и покажу вам вблизи. Так, смотрите. Топ стоит 35 долларов наших канадских. Это был размер small. И у него сзади замок. Вот так вот он был отделан. Отделан край таким швом. Стежком таким. И я хочу вам сказать, что немножко он отличается по качеству, по структуре от юбки. Юбка матовая. Я вам потом рядом их повешу. И вы посмотрите. Вот черный топ, он точно как юбка матовый. А этот немножко с таким, видите, немножко с блеском. Такой кожзам. Такой чуть-чуть с таким, как будто лаковым. Но тоже красивый. Красивый. Так, смотрите, какой красивый топ. Для тех, кто любит стразы, это просто находка. Единственное, что видите, я оставила свой топ внизу. У него довольно низкая пройма. И, ну, как бы этот махеровый теплый зимний топ, который не под горло, а вот так вот чуть-чуть. И я думаю, что его надо все равно носить с чем-то вниз. Какой-то лонгслив или что-то такое. Или сверху надевать что-то с тем, чтобы потом снять, если вы захотите. Но посмотрите, очень красиво сделаны стразы. Единственное, что я не знаю, как их стирать. Как это стирать? Наверное, химчистка. Плюс ко всему, он такой весь махер. Поэтому я думаю, что, скорее всего, его надо отдавать химчистку. Я сейчас почитаю, кстати, что на нем написано. Но он очень симпатичный. И мне нравится, что у него не высокое горло, а вот такое вот самое горнышко. Красивый такой, хорошей формы. С этой юбкой тоже неплохо выглядит. Этот коричневый цвет тоже, кстати, по-моему, тренд сезона. Но коричневый больше такой бордосик. А этот такой коричневый больше в серый, мне кажется. Но очень оригинально они все сделаны. Причем, вы знаете, я вам хочу сказать, что за счет того, что они сбоку, вот эти вот стразы, они не бросаются так в глаза. Вот здесь по пройме, да, но это не что-то вот здесь вот у вас на груди и на животе прямо стразы. Они так сбоку поблескивают. И, в общем, довольно интеллигентно это все выглядит. Мне нравится очень этот ток, я прямо, прямо нравится. Единственное, что он нарядный, он с коротким рукавом, то есть, вернее, без рукава. То есть, его надо использовать как какой-то жилет, видимо, это уже много усложняет. Значит, состав у него 30% шерсть, 31 махер, все остальное синтетика. Но, в принципе, 60% вот хороших натуральных тканей стоит от 60 бананских и 50 американских. Да, у него только сухая химчистка, то есть, вот в этом вот проблема. И вот эти вот стразы закреплены вот таким образом. Знаете, написано, что руками не стирать, и все. Но, честно говоря, мне кажется, что если постирать его руками, наверное, возможно, что он сядет. Хотя в нем шерсть и половина только. То есть, если полностью шерсть, то он, конечно, садится от стирки. А если вот половина шерсти, половина махера, все остальное, там всякие синтетические ткани, нити, то не знаю. Ну, конечно, я бы не рискнула его стирать руками, наверное, за 60 долларов. Ну, как бы, дороговато, конечно. Ну, вот я не люблю вот это вот заморочки с химчисткой и все вот это, но он очень эффектный. Юбка 8 размер, европейский 40, канадских стоит 50, американских 40. И теперь я вам покажу рядом. Видите, вот юбка более матовая, а топ такой более блестящий. Вы видите разницу, что юбка матовая такая, кожа, кожа, если можно так сказать. А это дермантин, прям такой дермантин с диванчика. Диванный такой дермантин, но смотрится неплохо. Неплохо, но разницы есть. А вот топ черный, вот точно такой же качественный. Я поменяла юбку на юбку черную в белевом стиле, которая очень неплохо сделана, я считаю. Вот смотрите, у нее сверху резинка, никаких замков нету, но она красиво лежит. Она не очень длинная. Проблема этих юбок, как правило, что в КУО, в H&M, которую я примеряла, они все очень длинные. А у этой очень хороший крой. Она чуть расклешена внизу. Не очень узкая сверху. Ничего здесь не облегает слишком. И сверху резинка, это удобно. И вот этот вот под Шанель полосатый. Но он не под Шанель, он просто полосатый кардиган с золотыми пуговицами. Золотые пуговицы вот здесь вот на манжетах. Довольно симпатичный. Это прям такой скучный классический образ. Все так могут одеться, везде и всюду, на работу и везде. Мне кажется, это очень удачный такой, знаете, вариант белевой юбки с черной полоской, с белым свитером, с золотыми пуговицами. Ой, пытаюсь расстегнуть сверху. Зачем, не знаю. Ну, в общем, чтобы не так оно было прям под горло, но он все равно будет под горло. Значит, вот так вот он выглядит. Он довольно большой. Я не помню, какой-то размер, я посмотрю. Но не узенький он. Такой не в облипоне, а такой, знаете, прямого силуэта. И вот так вот это выглядит, по-моему, ничего. Довольно так. Ну, миленько. Так, 13% вискоза, все остальное синтетикой. Стоит он довольно дорого, 75 долларов для такого состава. Я даже не знаю, почему они его так оценили. Ага, это размер смол. Вы видите, он такой довольно оверсальный, ну, большой. То есть, это смол, и он на мне совсем не в облипон был. Пуговички вот такие вот интересные, даже симпатичные. Видите, у него качество, он очень плотный такой, довольно такой тяжелый, толстый, плотный. Вот такое у него качество. Он не гладкий, а такой немножко, такой, как будто бы даже ручек. Вот на манжете такие две пуговицы. Это очень симпатично выглядит. Ну, такой обычный классический свитерок. Зачем-то они его очень дорого оценили. Я не знаю почему. Смотрите, очень объемный свитер. Это размер медиум. Он был один в магазине. Я его взяла, потому что мне захотелось его примерить. Потому что он довольно хорошего состава. У него много мохера и шерсти. Я проверю точно сколько. Но он очень большой, очень широкий. Смотрите, просто огромные. Длинные рукава. По ширине он очень широкий мне. Прям очень. Если я его даже вот так чуть-чуть подзаправлю. Ну, все равно. Очень много лишнего, так сказать, объема, который мне совершенно не нужен. Зачем мне такой вот? Не знаю. Я последнее время не люблю. Я очень любила оверсайз. А сейчас я как-то к нему уже остыла. И прямо вот мне хочется чего-то более облегающего. Типа вот этого мы сейчас будем примерять. Прямо очень облегающий силуэт. Приталенный. И мне хочется приталенных силуэтов. Плюс ко всему они, в общем, вошли в моду. Чему я очень рада. А вот эти вот огромные, большущие, огромные сектора. Мне уже как-то совсем... Они их не махладили. Так, состав у него тоже 32,6-32 махер. То есть 65% натуральных. Все остальное синтетика. Это был размер медиум. Стоит он 85 долларов. Я вам хочу сказать, что вот этот, например, свитер, который полностью... Ну, там чуть-чуть вискозы, а так все синтетика. Стоит 75. Всего лишь на 10 долларов дороже. Здесь половина махер, половина шерсть. И он называется H&M Edition. Кстати, вот этот тоже называется H&M Edition. И он такого же состава. И вот он стоит 60 долларов. Ну, здесь нет рукавов, хотя много страв и так далее. Вот они из одного и из одной ткани. Они, похоже, сделаны. И, видимо, тоже химчистка. Ну, в принципе, состав хороший. Вот какая-то вот эта линейка у них H&M Edition сейчас появилась. Но, знаете, очень большую. Прямо огромный. Хотя это медиум. Но он просто очень огромный. Вот этот тоже медиум. Но вы видели, как он на мне сидит и как этот сидит. Ну, как бы две большие роли. Так, смотрите. Это размер large. Я примерила его с этой юбкой. В принципе, это полноценное платье. Просто на мне нет никаких колгот. И я думаю, что это не очень будет красиво. Но это, в принципе, если с черными непрозрачными колготами носить, это они как бы его позиционируют как платье. Но под него можно надеть вот такую вот юбку. И оно не будет мини-платье. А вполне будет как будто бы продолжение этого платья. Это вот эта вот юбка. Любого цвета может быть, да? Значит, что я вам хочу сказать. Помните, я примеряла такой бордовый ток похожий. Вот такой тоже вырезанный в царе. И там это прям было явно... За счет того, что он был короткий. Здесь были разрезы. Он прямо был вот здесь вот суженый по талии и расслышался. Этот вроде бы суженый в талию, но он и здесь очень острый. Он очень облегает. Видите, вот живот облегает. Мне это не очень нравится. Хотя это размер large и больше. Больше, наверное, есть. Но больше мне бы, наверное, не будет вот здесь вот видеть. Длинный рукав. Широкий такой. Честно говоря, у меня были больше ожиданий. Я думала, что он будет именно вот такой вот здесь в талию. А здесь расширяться, чтобы это было видно. А не вот так вот просто. Оно все здесь узкое. И вообще даже не видно, что он приталивает этот свитер. А просто как будто узкий свитер, который облегает везде. И за счет этого просто обычный узкий свитер. Мне как-то немного сказано, что мне это очень нравится. Особенно тем более, что когда он облегает все, что не нужно облегать, то это не особенно хорошо и красиво. Девочки, где были мои глаза? Это экстрасмол. Я, видимо, несели рядом экстрасмол и large, и я потянула не тот. То есть, ну что вам сказать, экстрасмола он довольно большой. Потому что я хотела large. Я увидела, что он такой узенький и подумала, мне надо взять large. Но получился экстрасмол. То есть, я думаю, что large сидел бы по-другому. Сидел бы более свободно. И, может быть, было бы лучше. Не так бы он меня обтягивал. Черт побери. Как я так ошиблась? Значит, стоит он 60 долларов. В нем 5% шерсти все остальное полиэстер. Где были мои глаза? Не знаю. Простите меня, девочки. Так бывает. Ну вот видите, какой вы. Ну, представьте, значит, small, medium, large. Я думаю, что large мне был бы большой, широкий. Я думаю, что medium мне был бы в сам раз. Вот, он, видите, вот такой вот вырез лодочкой. И он, видите, как идет? Он такой приталенный. И он к низу не особенно расширяется. А он, собственно, вот такой вот. Ну, в общем, он вот так связан. Здесь вот такие вот полоски. Интересно вырезан. Ну, в общем, свитер интересный. Размерчик только я схватила маловар. Так, юбка наполовину вискоза, наполовину полиэстер. То есть, половина вискоза. Стоит она 35 долларов. 25 американских. И это был размер medium. Сверху вот здесь вот резинка. Никаких замков. Юбка довольно симпатично сделана. Ну, в общем, она как-то хорошо так скроена. Вы видели ее на мне, что она... Я как-то ее криво повесила. Но вы видели ее на мне, что она довольно хорошо садится. Так, все, девочки. Такие у нас были сегодня примерки. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Были симпатичные такие осенние вещи. Может быть, я потом еще раз как-нибудь найду правильные размеры. Примерю это платье. Когда я, например, уже буду там в черных колботах непрозрачных. Именно, чтобы оно... Посмотреть, как оно вот выглядит, как платье. Все. Всех люблю. Целую. Всем привет из Канады. С вами была Дита из Атинэ. Пока. Пока.